Через полчаса подпоручик Дуб опомнился и вернулся к вагону. Но теперь уже было поздно. Солдатам раздали черный кофе с ромом. Швейк уже встал и на зов подпоручика Дуба выскочил из вагона с быстротой молодой серны. — Дыхни на меня! — заорал подпоручик Дуб. Швейк выдохнул на него весь запас своих легких. Словно горячий ветер пронес пополю запах винокуренного завода. — Чем это от тебя так разит прохвост? — осмелюсь доложить, господин лейтенант, от меня разит ромом. — Попался, негодяй! — злорадствовал подпоручик Дуб. — Наконец-то я тебя накрыл! — Так точно, господин лейтенант, — совершенно спокойно согласился Швейк. — Только что мы получили ром к кофе, и я сначала выпил ром. — Но если, господин лейтенант, вышло новое распоряжение и следует пить сначала кофе, а потом ром, прошу простить. Впредь этого не будет. — А отчего же ты так храпел, когда я был здесь полчаса назад? Тебя даже добудиться не могли! — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — я всю ночь не спал, так как вспоминал о том времени, когда мы были на маневрах около Вестприма. Первый и второй армейские корпуса, исполнявшие роль неприятеля, шли через Штирию в западную Венгрию и окружили наш четвертый корпус, расквартированный в Вене и в ее окрестностях, где у нас всюду построили крепости. Они нас обошли и подошли к мосту, который саперы наводили справа берега Дуная. Мы готовились к наступлению, а к нам на помощь должны были подойти войска с севера, а затем также с юга от Осика. Тогда зачитывали приказ, что к нам на помощь идет третий армейский корпус, чтобы, когда мы начнем наступление против второго армейского корпуса, нас не разбили между озером Болотон и Пресбургом. Да напрасно! Мы уже должны были победить, но затрубили отбой и выиграли те с белыми повязками. Подпоручик Дуб не сказал ни слова и, качая головой, в растерянности ушел, но тут же опять вернулся от штабного вагона и крикнул швейку. «Запомните вы все! Придет время, наплачетесь вы у меня!» На большее его не хватило, и он ушел в штабной вагон, где капитан Сагнар как раз допрашивал одного несчастного солдата двенадцатой роты, которого привел фельдфебель Стрнад. Солдат уже теперь принимал меры, чтобы обезопасить себя в окопах и откуда-то со станции притащил обитую жестью дверку свиного хлева. Теперь он стоял, вытаращив со страху глаза и оправдывался тем, что хотел взять с собой дверку в качестве прикрытия от шрапнели, чтобы быть в безопасности. Воспользовавшись случаем, подпоручик Дуб разразился проповедью о том, как должен вести себя солдат, в чем состоят его обязанности по отношению к отечеству и монарху, являющимся верховным главнокомандующим и высшим военным повелителем. Если в батальоне завелись подобные элементы, их следует искоренить, наказать и заключить в тюрьму. Эта болтовня была настолько безвкусной, что капитан похлопал провинившегося по плечу и сказал ему, «Ну, если у вас в мыслях не было ничего худого, то в дальнейшем не повторяйте этого. Ведь это глупость. Дверку отнесите, откуда вы ее взяли, и убирайтесь ко всем чертям». Подпоручик Дуб закусил губу и решил, что только от него одного зависит спасение дисциплины в батальоне. Поэтому он еще раз обошел территорию вокзала, и около склада, на котором большими буквами стояла надпись по-венгерски и по-немецки «Курить воспрещается», заметил какого-то солдата, сидевшего там и читавшего газету. Солдат так прикрылся газетой, что погон не было видно. Дуб крикнул ему, «Встать!» Это был солдат венгерского полка, стоявшего в гумене в резерве. Подпоручик Дуб его тряхнул, солдат-венгер встал и не счел даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошел по направлению к шоссе. Подпоручик Дуб словно во сне последовал за ним. Солдат-венгер прибавил шагу, потом обернулся и издевательски поднял руки вверх, чтобы подпоручик ни на минуту не усомнился в том, что он сразу определил его принадлежность к одному из чешских полков. Затем венгер побежал и исчез среди близлежащих домов по другую сторону шоссе. Подпоручик Дуб, в доказательство того, что он к этой сцене никакого отношения не имеет, величественно вошел в лавочку у дороги, в замешательстве указал на большую катушку черных ниток, сунул ее в карман, уплотил и вернулся в штабной вагон, приказав батальонному ординарцу позвать своего денщика Куннарта. Передавая денщику нитки, Дуб сказал, — Приходится мне самому обо всем заботиться. Я знаю, что вы забыли про нитки. — Никак нет, господин лейтенант, у нас их целая дюжина. — Ну-ка покажите, немедленно, тут же принести катушки сюда. — Думаете, я вам верю? Когда Куннарт вернулся с целой коробкой белых и черных катушек, подпоручик Дуб сказал, — Ты посмотри, братец, получше на те нитки, которые ты принес, и на мою большую катушку. Видишь, какие тонкие у тебя нитки, и как легко они рвутся, а теперь посмотри на мои. Сколько труда потратишь, прежде чем их разорвешь? — На фронте хлам не нужен, на фронте все должно быть основательно. Забери с собой все катушки и жди моих приказаний. И помни, другой раз ничего не делай, не спросясь, а когда соберешься что-нибудь купить, приди ко мне и спроси меня. Не стремись узнать меня короче, ты еще не знаешь меня с плохой стороны. Когда Куннарт ушел, подпоручик Дуб обратился к поручику Лукшу. Мой денщик совсем не глупый малый. Правда, иногда делает ошибки, но, в общем, очень сметливый. Главное его достоинство — безукоризненная честность. В Бруке я получил посылку из деревни от своего Шурина. Несколько жареных молодых гусей, так поверите ли, он до них пальцем не дотронулся. А так как я быстро их съесть не мог, он предпочел, чтобы они протухли. Вот это дисциплина! На обязанности офицера лежит воспитание солдат. Поручик Лукш, чтобы дать понять, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнес. — Да, сегодня среда. Тогда подпоручик Дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру и доверительно поприятельски начал. — Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите о... — Пардон минутку, — извинился капитан Сагнер и вышел из вагона. Между тем Швейк беседовал с Куннартом о его хозяине. — Где ты пропадал все время? — Почему тебя нигде не было видно? — спросил Швейк. — Небось, знаешь, — ответил Куннарт, — у моего старого дурака без работы не останешься. Каждую минуту зовет к себе и спрашивает о вещах, до которых мне нет никакого дел. Он спрашивал, например, меня, дружу ли я с тобой. Я ему отвечал, что мы очень редко видимся. — Очень мило с его стороны спрашивать обо мне. — Я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю. Он такой хороший, добросердечный. А для солдата прямо отец родной, — серьезно сказал Швейк. — Ты думаешь, — возразил Куннарт. — Большая свинья, а глуп, как пуп. — Надоел мне хуже горькой редьки. Все время придирается. — Подише ты, — удивлялся Швейк. — А я всегда считал его таким порядочным человеком. — Ты как-то странно отзываешься о своем лейтенанте. — Ну да уж, все вы денщики такими уродились. Ну, взять хоть денщика майора Венцеля. Тот своего господина иначе не называет, как окаянный балбес. А денщик полковника Шредера, когда говорит о своем господине, чистит его вонючим чудовищем и вонючей вонючкой. А все потому, что денщик учится у своего господина. Если бы господин не крыл почем зря своего денщика, то и денщик не повторял бы за ним. В Будиевицах, когда я служил на действительной, был у нас лейтенант Прохаска. Так тот сильно не ругался. Так только скажет, бывало, своему денщику, — эх ты, очаровательная корова! Других ругательств денщик Гибман от него не слыхал. Этот самый Гибман, отбыв срок военной службы, по привычке стал обзывать и папашу, и мамашу, и сестру, — эй, ты, очаровательная корова! Обозвал он так и свою невесту. Та от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности, потому что сказал он это ей, ее папаше и мамаше и сестрам во всеуслышание на каком-то танцевальном вечере. Не простила она его и на суде, заявив, что если бы он назвал ее коровой с глазу на глаз, то, может быть, она пошла бы на мировую. Ну а так, позор на всю Европу! Между нами, Кунард, о твоем лейтенанте я никогда бы этого не подумал. Он на меня, когда мы с ним впервые разговорились, произвел очень симпатичное впечатление, ну, словно только что полученное из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким одухотворенным. — Ты сам-то откуда? — Прямо из Бодиевиц. — Хвалю. — Есть кто-нибудь прямо откуда-нибудь? — А где там живешь? — Под Аркадами. — Это хорошо. — Там, по крайней мере, летом прохладно. — Семейный? — Жена и трое детей. — Так ты счастливец, товарищ. Тебя, по крайней мере, есть кому оплакивать, как говорил в проповедях мой фельдкурат Кац. — И это истинная правда, потому что в Бруке я слышал речь одного полковника к запасным, которые он держал, отправляя их в Сербию. Полковник сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так. Когда он труп, он труп для земля. Земейная связь уже нет. Он Польши не герой за то, что свой жизнь пожертвовал за большой земля, за отечество. — Ты живешь на пятом этаже? — На первом. — Да-да, верно. Я теперь вспомнил, что там, на площади в Будеевицах, нет ни одного пятиэтажного дома. — Ты уже уходишь? — А, твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда? — Ну, если он тебя спросит, не говорил ли я о нем, ты безо всяких скажи, что говорил. И не забудь передать, как хорошо я о нем отзывался. Ведь редко встретишь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Не забудь сообщить, что я считаю его очень начитанным, и скажи также, что он очень интеллигентный. И еще расскажи, что я учил тебя вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшие желания и все их исполнять. Смотри, не забудь. Швейк влез в свой вагон, а Акунард с нитками убрался в свою берлогу. Через четверть часа батальон двинулся дальше, через сожженные деревни Брестов и Великий Радвань в Новую Чабину. Видно было, что здесь шли упорные бои. Склоны Карпат были изрыты окопами, тянувшимися из долины в долину, вдоль полотна железной дороги, с новыми шпалами. По обеим сторонам дороги часто попадались большие воронки от снарядов. Кое-где над речками, впадающими в Лаборец, дорога проходила вдоль верховья Лаборца, видны были новые мосты и обгорелые устои старых. Вся Медзила-Борецкая долина была разрыта и разворочена, словно здесь работали армии гигантских кротов. Шоссе за речкой было разбито и разворочено, поля вдоль него истоптаны прокатившейся лавиной войск. После частых и обильных ливней по краям воронок стали видны клочья австрийских мундиров. За Новой Чабиной на ветвях старой обгорелой сосны висел башмак австрийского пехотинца с частью его голени. Очевидно, здесь погулял артиллерийский огонь. Деревья стояли оголенные, без листьев, без хвои, без верхушек. Хутора были разорены. Поезд медленно шел по свежей, наспех сделанной насыпи, так что весь батальон имел возможность досконально ознакомиться с прелестями войны и, глядя на военные кладбища с крестами, белевшими на равнинах и на склонах опустошенных холмов, медленно, но успешно подготовить себя к бранной славе, которая увенчается забрызганной грязью австрийской фуражкой, болтающейся на белом кресте. Немцы с Кашперских гор, сидевшие в задних вагонах и еще в Миловицах при въезде на станцию Галдевших, начиная от Гумена, притихли, так как поняли, что многие из них, чьи фуражки теперь болтаются на крестах, тоже пели о том, как прекрасно будет, когда они вернутся и навсегда останутся дома со своей милой. В Медзелаборце поезд остановился за разбитым сожженным вокзалом, из-за коптелых стен которого торчали искореженные балки. Новый длинный деревянный барак, выстроенный на скорую руку вместо сожженного вокзала, был залеплен плакатами на всех языках «Подписывайтесь на австрийский военный заем». В другом таком же бараке помещался пункт Красного Креста. Оттуда вышли толстый военный врач и две сестры милосердия. Сестрицы без удержу хохотали над толстым врачом, который для их увеселения подражал крику различных животных и бездарно хрюкал. Под железнодорожной насыпью в долине ручья лежала разбитая полевая кухня. Указывая на нее, Швейк сказал Балуоуну, «Посмотри, Балуоун, что нас ждет в ближайшем будущем? Вот-вот должны были раздать обед, и тут прилетела граната, и вон как разделала кухню». «Прямо страх берет», — вздохнул Балуоун. «Мне и не снилось, что я попаду в такой переплет. А всему виной моя гордыня, ведь я, сволочь, прошлой зимой купил себе в Будеевицах кожаные перчатки. Мне уже зазорно было на своих мужицких лапах носить старые вязаные рукавицы, какие носил покойный батя. Куда там? Я все вздыхал по кожаным, городским. Батя горох уплетал за милую душу, а я и видеть его не хотел. Подавай мне птицу! И от простой свинины я тоже нос воротил. Жена должна была, прости господи мое прегрешение, вымачивать ее в пиве». Балуоун в полном отчаянии стал исповедоваться, как на духу. «Я хулил святых и угодников божьих в трактире на Мальше, в Нижнем Загое избил капеллана. В Бога я еще верил, от этого не отрекаюсь, но в святости Иосифа усомнился. Всех святых терпел в доме, только образ святого Иосифа удалил, и вот теперь Господь покарал меня за все мои прегрешения и мою безнравственность. Сколько этих безнравственных дел я натворил на мельнице! Как часто я ругал своего тятеньку и полагающиеся ему деньги зажиливал, а жену свою тиранил!» Швейк задумался. «Вы мельник, так ведь? Вам следовало бы знать, что божьи мельницы мелют медленно, но верно. Ведь из-за вас и разразилась мировая война!» Вольноопределяющийся вмешался в разговор. «Своим богохульством и непризнанием всех святых и угодников вы, безусловно, сильно себя повредили. Ведь вам следовало знать, что наша австрийская армия уже издавна является армией католической, и блестящий пример ей подает наш верховный главнокомандующий. Да и как вообще вы отважились с ядом ненависти хотя бы к некоторым святым и угодникам Божьим идти в бой? Когда военное министерство в гарнизонных управлениях ввело проповеди иезуитов для господ-офицеров, когда на Пасху мы видели торжественный воинский крестный ход? «Вы понимаете меня, Баллоун?» Сознаете ли, что вы, собственно, выступаете против духа нашей славной армии? Ну, возьмем, например, святого Иосифа, образ которого, по вашим словам, вы не позволяли вешать в вашей комнате. Ведь он, Баллоун, как раз является покровителем всех, кто хочет избавиться от военной службы. Он был плотником, а вы, должно быть, знаете поговорку «Поищем, где плотник оставил дыру». Уж сколько народу под этим девизом сдалось в плен, не видя другого выхода. Будучи окруженными со всех сторон, они спасали себя не из эгоистических побуждений, а как члены армии, чтобы потом, вернувшись из плена, иметь возможность сказать государю-императору «Мы здесь и ждем дальнейших приказаний». «Понимаете теперь, в чем дело, Баллоун?» «Не понимаю», — вздохнул Баллоун. «Ну, тупая у меня башка. Мне все надо повторять по десяти раз». «Ну, может, маленько уступишь?» — спросил Швейк. «Так я тебе еще раз объясню. Ты, значит, слышал, что должен вести себя соответственно тому духу, который является господствующим в армии, что тебе придется верить в святого Иосифа, а когда тебя окружит неприятель, поищи, где плотник оставил дыру, чтобы сохранить себя ради государя-императора на случай новых войн. Ну, теперь ты, я полагаю, понял. И хорошо сделаешь, если более обстоятельно покаешься, что за безнравственные поступки ты совершал на этой самой мельнице. Но только смотри, не рассказывай нам такие вещи, как в анекдоте про девку-батрачку, которая пошла исповедоваться к Сензу и потом, когда уже покаялась в различных грехах, застыдилась и сказала, что каждую ночь вела себя безнравственно». «Ну, ясно. Как только Ксенз это услышал, у него слюнки птекли?» Он и говорит ей, «Не стыдись, милая дочь, ведь я служитель Божий. Подробно расскажи мне о своих прегрешениях против нравственности». А она расплакалась. Ей, мол, стыдно, это такая ужасная безнравственность. Он опять ее уговаривать? Он где отец ее духовный? Наконец, дрожа всем телом, она рассказала, что каждый вечер раздевалась и влезала в постель. И опять он не мог от нее слова добиться. Она еще пуще разревелась, а он снова, «Да не стыдись, человек от рождения сосуд греховный, но милость Божия бесконечна». Наконец, она собралась с духом и плач проговорила. Когда я раздетая ложилась в постель, то выковыривала грязь между пальцами на ногах, да при том еще нюхала ее. «Вот вам и вся безнравственность. Но я надеюсь, что ты, Баллоун, на мельнице такими делами не занимался и расскажешь нам что-нибудь посерьезнее про настоящую безнравственность». Баллоун, по его собственным словам, безнравственно вел себя с крестьянками. Безнравственность состояла в том, что он подмешивал им плохую муку. И это в простоте душевной Баллоун называл безнравственностью. Больше всех был разочарован телеграфист Ходонский, который все выпытывал, действительно ли у него ничего не было с крестьянками в мукомольне на мешках муки. Баллоун, отмахиваясь, ответил, «На это у меня ума не хватало». Солдатам объявили, что обед будет запалатый на Лубковском перевале, а потому старший писарь батальона вместе с поварами всех род и подпоручиком Сайдгамлем, который ведал батальонным хозяйством, отправились в селение Медзелабориц. В качестве патруля к ним были прикомандированы четыре солдата. Не прошло и получаса, как они вернулись с тремя поросятами, связанными за задние ноги, с ревущей семьей Угроруса, у него были реквизированы поросята, и с толстым врачом из барака Красного Креста. Врач что-то горячо объяснял пожимавшему плечами подпоручику Сайдгамлю. Спор достиг кульминационного пункта у штабного вагона, когда военный врач стал доказывать капитану Сагнеру, что поросята эти предназначены для госпиталя Красного Креста. Крестьянин же знать ничего не хотел и требовал, чтобы поросят ему вернули, так как это последнее его достояние, и он никак не может отдать их за ту цену, которую ему выплатили. При этом он совал капитану Сагнеру, полученные им запросят деньги. Жена его, ухватив капитана за руку, целовала ее с раболепием, извечно свойственным этому краю. Капитан Сагнер, напуганный всей этой историей, с трудом оттолкнул старую крестьянку, но это не помогло. Ее заменили молодые силы, которые, в свою очередь, принялись сосать его руку. Подпоручик Сайдгмль заявил тоном коммерсант. У этого мужика осталось еще двенадцать поросят, а выплачено ему было совершенно правильно, согласно последнему дивизионному приказу номер двенадцать тысяч четыреста двадцать, часть хозяйственная. Согласно параграфу шестнадцатому этого приказа, свиней следует покупать в местах, не затронутых войной, не дороже, чем две кроны шестнадцать геллеров за килограмм живого веса. В местах войной затронутых следует прибавлять на один килограмм живого веса тридцать шесть геллеров, что составит за один килограмм две кроны пятьдесят два геллера. Примечание. В случае, если будет установлено, что в местах, затронутых войной, хозяйства остались в целости с полным составом свиного поголовья, то свиньи могут быть отправлены для снабжения проходящих частей. Выплачивать же за реквизированную свинину следует, как в местах, войной не затронутых, с особой приплатой в размере двенадцати геллеров на один килограмм живого веса. Если же ситуация не вполне ясна, то немедленно составить на месте комиссию из заинтересованного лица, командира проходящей воинской части и того офицера или старшего писаря, если дело идет о небольшом подразделении, которому поручена хозяйственная часть. Все это подпоручик Цаидгмаль прочел по копии дивизионного приказа, который все время носил с собой и знал почти наизусть. В прифронтовой полосе оплата за один килограмм моркови повышается на 15,3 геллера, а для отделения кухни офицерского питания в прифронтовой полосе за цветную капусту оплата повышается на одну крону 75 геллеров за один килограмм. Те, кто составлял в Вене этот приказ, представляли себе прифронтовую полосу, изобилующую морковью и цветной капустой. Подпоручик Цаидгмаль прочел это взволнованному крестьянину, разумеется, по-немецки, и спросил его на том же языке, понял ли он. А когда тот в знак отрицания покачал головой, заорал, значит, хочешь комиссию? Тот понял слово «комиссия» и утвердительно закивал головой. Между тем поросят уже повлекли на казнь к полевым кухням. Крестьянина обступили прикомандированные для реквизиции солдаты со штыками, и комиссия отправилась на его хутор, чтобы на месте определить, должен ли он получить по две кроны 52 геллера за один килограмм или только по две кроны 28 геллеров. Они еще не вышли на дорогу, ведущую к селу, как от полевых кухонь донесся троекратный предсмертный виск поросят. Христианин понял, что всему конец, и отчаянно закричал «давайте мне за каждую свинью по два золотых». Четыре солдата окружили его еще плотнее, а вся семья преградила дорогу капитану Сагнару и подпоручику Цайтгамлю, бросившись перед ними на колени посереть пыльной дороги. Мать с двумя дочерьми обнимала колени обоих, называя их благодетелями, пока крестьянин не прикрикнул на них и не заорал на украинском диалекте угрорусов, чтобы они встали, пусть, мол, солдаты подавятся поросятами. Тем самым комиссия прекратила свою деятельность. Но крестьянин вдруг взбунтовался и стал грозить кулаками. Тогда один из солдат так хватил его прикладом, что у него в глазах потемнело, и вся семья во главе с отцом семейства, перекрестившись, пустилась на утек. Десять минут спустя старший писарь батальона вместе с ординарцем батальона Матушичем уже уписывали у себя в вагоне свиные мозги, уплетая за обе щеки, старший писарь время от времени язвительно обращался к младшим писарям со словами «Небось и вы не прочь этого пожрать, не так ли?» «Нет, ребята, это только для унтер-офицеров. Поварам печенка и почки, мозг и голова господам фельдфебелям, а младшим писарям только двойная солдатская порция мяса». Капитан Сагнар уже отдал приказ относительно офицерской кухни. «Свиное жаркое с тмином. Выбрать самое лучшее мясо, но не слишком жирное». Вот почему, когда на Лубковском перевале солдатам раздавали обед, каждый из них обнаружил в своем котелке по два маленьких кусочка мяса, а тот, кто родился под несчастливой звездой, нашел только кусочек шкурки. В кухне царило обычное армейское кумовство. Благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили слоснившимися от жира мордами, у всех ординарцев животы были словно барабаны. Творились выпиющие безобразия. Вольно определяющийся Марек из чувства справедливости произвел возле кухни скандал. Когда Кашевар положил ему в котелок с супом солидный кусок вареного филе, сказав при этом «это нашему историографу», Марек заявил, что на войне все солдаты равны, и это вызвало всеобщее одобрение и послужило поводом обругать Кашеваров. Вольно определяющийся бросил кусок мяса обратно, показав этим, что отказывается от всяких привилегий. В кухне, однако, ничего не поняли и сочли, что батальонный историограф остался недоволен предложенным куском, а потому Кашевар шепнул ему, чтобы он пришел после раздачи обеда, тогда он, мол, отрежет ему часть от окорока. У писарей тоже лоснились морды, санитары, казалось, так и пышут благополучием. Рядом со всей этой благодатью валялись еще неприбранные остатки недавних боев. Повсюду были разбросаны патронные обоймы, пустые жестяные консервные банки, клочья русских, австрийских и немецких мундиров, части разбитых повозок, длинные окровавленные ленты, марлевых бинтов и вата. В старой сосне у вокзала, от которого осталось только груда развалин, торчала неразорвавшаяся граната. Возле валялись осколки снарядов. По-видимому, недалеко находились солдатские могилы, откуда страшно несло трупным запахом. Так как здесь проходили и располагались лагерем войска, то повсюду виднелись кучки человеческого кала международного происхождения, представителей всех народов Австрии, Германии и России. Испражнения солдат различных национальностей и вероисповеданий лежали рядом или мирно наслаивались друг на друга, без всяких споров и раздоров. Полуразрушенную водонапорную башню, деревянную будку железнодорожного сторожа и вообще все, что имело стены, изрешетили ружейные пули. Завершая картину прелестей войны, неподалеку из-за холма поднимались столбы дыма, будто там горела целая деревня или осуществлялись крупные военные операции. Это жгли холерные и дизентерийные бараки. На радость господам, принимавшим участие в устройстве этого госпиталя под протекторатом эрцгерцогини Марии, господа эти крали и набивали себе карманы, представляя счета за постройку несуществующих холерных и дизентерийных бараков. Ныне одна группа бараков расплачивалась за все остальные, и в смраде горящих соломенных тюфяков к небесам возносились все хищения, совершенные под покровительством эрцгерцогини Марии. На скале за вокзалом германцы поспешили поставить памятник павшим бранденбуржцам с надписью «Героем Лубковского перевала». С большим германским орлом, вылетом из бронзы, причем в надписи на цоколе отмечалось, что эта эмблема отлита из русских пушек, отбитых при освобождении Карпат германскими полками. В этой странной и до тех пор непривычной атмосфере батальон отдыхал после обеда в вагонах, а капитан Сагнар вместе со своим адъютантом все еще не могли с помощью шифрованных телеграмм договориться с базой бригады о дальнейшем маршруте батальона. Сообщения были невероятно путаны. Из них можно было заключить единственное, что им вовсе не следовало ехать на Лубковский перевал, а добравшись до нового места у Шаттера, двигаться в совершенно другом направлении, так как в телеграммах шла речь о городах Чоп, Унгвар, Киш-Березно, Ужик. Унгвар — венгерское название Ужгорода, Киш-Березно, Малая Березно — украинское село в Закарпатской области Украины. Ужик — большое село в Закарпатской области Украины, в то время лежавшее на границе Венгрии и Австрии, Галиции. Через десять минут выяснилось, что сидевший в бригаде штабной офицер — форменный балбес. В батальон пришла шифрованная телеграмма, где он спрашивал, говорит ли с бригадой 8 маршевый батальон 75-го полка военный шифр С-3. Бригадный балбес удивился, получив ответ, что на проводе седьмой маршевый батальон 91-го полка и спросил, кто дал им приказ ехать на Мукачево по военной железной дороге на С-3, тогда как их маршрут через Лубковский перевал на Санок в Галицию. Балбес был потрясен тем, что ему телеграфируют с Лубковского перевала и послал шифрованную телеграмму. «Маршрут остается без изменения. Лубковский перевал — Санок. Где ждать дальнейших распоряжений?» По возвращении капитана Сагнера в штабном вагоне начинали говорить о явной бестолковщине, делая намеки на то, что, не будь германцев, восточная военная группа совершенно потеряла бы голову. Подпоручик Дуб попытался выступить в защиту бестолковщины австрийского штаба и понес околесицу о том, что здешний край был опустошен недавними боями и что железнодорожный путь еще не мог быть приведен в надлежащий порядок. Все офицеры посмотрели на него с состраданием, словно желая сказать, «Ну, этот господин не виноват. Уж таким идиотом уродился». Не встречая возражений, подпоручик Дуб распространялся о великолепном впечатлении, которое производит на него этот разоренный край, свидетельствующий о том, как умеет бить железный кулак нашей армии. Ему опять никто не ответил, и он повторил «Да, безусловно. Разумеется, русские отступали здесь в страшной панике». Капитан Сагнар про себя решил, что когда они будут в окопах и положение станет особенно опасным, он при первом же удобном случае пошлет подпоручика Дуба за проволочные заграждения в качестве офицера-разведчика для рекогностировки неприятельских позиций. А поручику Лукшу, высунувшемуся так же, как и он из окна вагона, шепнул сгоряча «Послал черт на нашу голову этих штатских. Чем образованнее, тем глупей». Казалось, подпоручик Дуб никогда не замолчит. Он пересказывал офицерам все, что читал в газетах о карпатских боях и о борьбе за карпатские перевалы во время австрогерманского наступления на Сане. Австрогерманское наступление на Сане. В связи с затишьем на Западном фронте немецкие войска получили возможность предпринять наступление в Галиции, в результате которого русские в мае-июне 1915 года отступили за реку Сан. Он рассказывал так, будто не только участвовал, но и сам руководил всеми операциями. Особенное отвращение вызывали его изречения, вроде «Потом мы двинулись на Буковска, чтобы обеспечить за собой линию Буковска-Дынув, поддерживая связь с Бордиевской группой у Большой Полянки, где мы разбили Самарскую дивизию неприятеля». Поручик Лукаш не выдержал и вставил, прервав подпоручика Дуба. «О чем ты, по-видимому, еще до войны говорил со своим окружным начальником?» Подпоручик Дуб враждебно взглянул на поручика Лукша и вышел из вагона. Воинский поезд стоял на насыпи, а внизу, в нескольких метрах под откосом, лежали разные предметы, брошенные русскими солдатами, которые, по-видимому, отступали по этому рву. Тут валялись заржавленные чайники, горшки, патронташи. Здесь же, среди разнообразнейших предметов, виднелись мотки колючей проволоки и снова окровавленные полосы марлевых бинтов и вата. В одном месте над рвом стояла группа солдат, и подпоручик Дуб тотчас заметил, что находящийся среди них Швейк что-то рассказывает. Он отправился туда. — Что случилось? — раздался строгий окрик подпоручика Дуба, который вырос прямо перед Швейком. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил за всех Швейк. — Смотрим. — На что смотрите? — крикнул подпоручик Дуб. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы смотрим вниз в ров. — А кто вам разрешил это? — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — такова воля нашего господина полковника Шредера из Брука. Когда мы отправлялись на фронт, он в своей прощальной речи велел нам, когда будем проходить по местам боев, сугубое внимание обращать на то, как развивалось сражение, чтобы извлечь пользу для себя. И вот здесь, господин обер-лейтенант, в этом рву мы видим, что солдату приходится бросать при отступлении. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы здесь поняли, как глупо, когда солдат тащит с собой всякие лишние вещи. Этим он понапрасну отягощает себя. От этого он понапрасну утомляется. Когда солдат тащит на себе такую тяжесть, ему трудно воевать. У подпоручика Дуба мелькнула надежда, что наконец-то он сможет предать Швейка военно-полевому суду за предательскую антимилитаристскую пропаганду. А потому он быстро спросил. — Вы, значит, думаете, что солдат должен бросать патроны или штыки, чтобы они валялись где-нибудь во враге, как вон там? — Никак нет. — Ни в коем случае, господин лейтенант. — Приятно улыбаясь, — ответил Швейк. — Извольте посмотреть вон туда, вниз, на этот брошенный железный ночной горшок. И действительно, под насыпью среди черепков вызывающе торчал ночной горшок с отбитой эмалью и изъеденной ржавчиной. Все эти предметы, негодные для домашнего употребления, начальник вокзала складывал сюда как материал для дискуссий археологов будущих столетий, которые, открыв это становище, совершенно обалдеют, а дети в школах будут изучать век эмалированных ночных горшков. Подпоручик Дуб посмотрел на этот предмет, и ему ничего не оставалось, как только констатировать, что это действительно один из тех инвалидов, который юность свою провел под кроватью. На всех это произвело колоссальное впечатление, и так как подпоручик Дуб молчал, заговорил Швейк. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что однажды с таким вот ночным горшком произошла призабавная история на курорте «Подебрады». Об этом рассказывали у нас в трактире на Виноградах. В то время в «Подебрадах» начали издавать журнальчик, независимость, во главе которого стал подебратский аптекарь, а редактором поставили Владислава Гаека из «Доможлиц». Аптекарь был большой чудак, он собирал старые горшки и прочую дребедень. Набрал прямо-таки целый музей. А этот самый доможлицкий Гаек позвал в гости своего приятеля, который тоже писал в газеты. Ну, нализались они что надо, так как уже целую неделю не виделись. И тут ему обещал он за угощение написать фильетон в эту самую независимость, в независимый журнал, от которого он зависел. Ну и написал фильетон про одного коллекционера, который в песке на берегу Лабы нашел старый железный ночной горшок и, приняв его за шлем святого Вацлава, поднял такой шум, что посмотреть на этот шлем прибыл с процессией и хоругвями епископ Бриних из Граца. Подобратский аптека решил, что это намек, и подал Нагайка в суд. Подпоручик с большим удовольствием столкнул бы Швейка вниз, но сдержался и зарал на всех. — Говорю вам, не глазеть тут попусту. Вы все меня еще не знаете, но вы меня узнаете. — Вы останетесь здесь, Швейк, — приказал он грозно, когда Швейк вместе с остальными направился к вагону. Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое сказать пострашнее. Но Швейк опередил его. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, хорошо, если удержится такая погода. Днем не слишком жарко, а ночи очень приятны. Самое подходящее время для военных действий. Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил. — Знаешь, что это такое? — Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же. — Так запомни, мерзавец, — строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. — Знай, что дело кончится очень плохо, если ты и впредь будешь вести свою пропаганду. Уходя, подпоручик Дуб довольно повторял про себя. — Это я ему хорошо сказал. — Пропаганду. — Да, пропаганду. Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошелся немного, ворча себе под нос. Куда же мне его зачислить? И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище полупердун. В военном лексиконе слово пердун издавна пользовалось особой любовью. Это почетное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. Пердун было следующей ступенью прозвища дряной старикашка. Без этого эпитета слово «старикашка» было ласкательным обозначением старого полковника или майора, который часто орал, но любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его части из кабаков, если те засиживались сверх положенного времени. Старикашка заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у старикашки непременно должен быть какой-нибудь конек. Как сядет на него, так и поехал, за это его и прозывали старикашкой. Но если старикашка понапрасну придирался к солдатам и унтерам, выдумывал ночные учения и тому подобные штуки, то он становился из просто старикашки паршивым старикашкой или дрянным старикашкой. Высшая степень непорядочности, придирчивости и глупости обозначалась словом «пердун». Это слово заключало все. Но между штатским пердуном и военным пердуном была большая разница. Первый, штатский, тоже является начальством. В учреждениях так его называют обычно курьеры и чиновники. Это филистер-бюрократ, который распекает, например, за то, что черновик недостаточно высушен промокательной бумагой и тому подобное. Это исключительный идиот и скотина. Осел, который строит из себя умного, делает вид, что все понимает, все умеет объяснить и, к тому же, на всех обижается. Кто был на военной службе, понимает, конечно, разницу между этим типом и пердуном в военном мундире. Здесь это слово обозначало старикашку, который был настоящим паршивым старикашкой, всегда лестно рожен и, тем не менее, останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них того авторитета, которым пользовался просто старикашка и отчасти паршивый старикашка. В некоторых гарнизонах, как, например, в Тренто, вместо пердуна говорили «наш старый нужник». Во всех этих случаях дело шло о человеке пожилом, и если Швейк мысленно назвал подпоручика Дуба полупердуном, то поступил вполне логично, так как и по возрасту, и по чину, и вообще, по всему прочему, подпоручику Дубу до пердуна не хватало еще 50%. Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону Швейк встретил денщика Кунарта. Щека у Кунарта распухла. Он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином-подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплеух, у него, мол, имеются определенные доказательства, что Кунарт поддерживает связь со Швейком. — В таком случае, — рассудил Швейк, — идем подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплеухи только в определенных случаях. Твой хозяин переступил все границы, как говаривал старый Евгений Савойский, от сих до сих. Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдешь, так я сам надаю тебе оплеух. Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В Карлинских казармах был у нас лейтенант по фамилии Гаусснер. У него тоже был денщик, которого он бил по морде и награждал пинками. Как-то раз он так набил морду этому денщику, что тот совершенно обалдел и пошел с рапортом. А при рапорте все перепутал и сказал, что ему надавали пинков. Ну, лейтенант доказал, что солдат врет, в тот день он никаких пинков ему не давал, бил только по морде. Конечно, разлюбезного денщика за ложное донесение посадили на три недели. — Однако это дело не меняет, — продолжал Швейк, — ведь это как раз то самое, что любил повторять студент-медик Гоубичка. Он говорил, что все равно, кого вскрыть в анатомическом театре, человека, который повесился или который отравился. Я иду с тобой. Пара пощечин на военной службе много значит. Кунарт совершенно обалдел и поплелся за Швейком к штабному вагону. Под поручик Гоуб, высовываясь из окна, заорал, — что вам здесь нужно, негодяи? — Держись с достоинством, — советовал Швейк Кунарту, вталкивая его в вагон. В коридор вагона вошел поручик Лукаш, а за ним капитан Сагнер. Поручик Лукаш, переживший столько неприятностей из-за Швейка, был очень удивлен, ибо лицо Швейка утратило обычное добродушие и не имело знакомого всем милого выражения, скорее наоборот. На нем было написано, что произошли новые неприятные события. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк. — Дело идет о рапорте. — Только, пожалуйста, не валяй дурака, Швейк. Мне это уже надоело. — С вашего разрешения я ординарец вашей маршевой роты, а вы, с вашего разрешения, изволите быть командиром одиннадцатой роты. — Я знаю, это выглядит очень странно, но я знаю также и то, что господин лейтенант Дуб подчинен вам. — Вы, Швейк, окончательно спятили, — прервал его поручик Лукш. — Вы пьяны, и лучше всего сделаете, если уйдете отсюда. — Понимаешь, дурак, скотина. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, подталкивая вперед Куннарта. — Это похоже на то, как однажды в Праге испытывали защитную решетку, чтобы никого не переехало трамваем. — В жертву принес себя сам изобретатель, а потом городу пришлось платить его вдове возмещение. Капитан Сагнер, не зная, что сказать, кивал в знак согласия головой, в то время как лицо поручика Лукша выражало полнейшее отчаяние. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, обо всем следует рапортовать. — Неумолимо продолжал Швейк. — Еще в Бруке вы говорили мне, господин обер-лейтенант, что уж если я стал ординарцем роты, то у меня есть и другие обязанности, кроме всяких приказов. Я должен быть информирован обо всем, что происходит в роте. На основании этого распоряжения я позволяю себе доложить вам, господин обер-лейтенант, что господин лейтенант Дуб ни с того ни с сего надавал пощечин своему денщику. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я об этом и говорить бы не стал, но раз господин лейтенант Дуб является вашим подчиненным, я решил, что мне следует рапортовать. — Странная история, — задумался капитан Сагнер. — Почему вы все время, Швейк, подталкиваете к нам Кунарта? — Осмелюсь доложить, господин батальонный командир, обо всем следует рапортовать. Он глуп. Ему господин лейтенант Дуб набил морду, а ему совестно одному идти с рапортом. — Господин капитан, извольте только взглянуть, как у него трясутся колени. Он еле жив, от того, что должен идти с рапортом. Не будь меня, он никогда не решился бы пойти с рапортом. Вроде того Куделя из Бытоухова, который на действительной службе до тех пор ходил на рапорт, пока его не перевели во флот, где он дослужился до Корнета, а потом на каком-то острове в Тихом океане был объявлен дезертиром. Потом он там женился и беседовал как-то с путешественником Гавласой, который никак не мог отличить его от туземца. Вообще, очень печально, когда из-за каких-то идиотских пощечин приходится идти на рапорт. Он вообще не хотел сюда идти, говорил, что сюда не пойдет. Он получил эти оплеухи и получил их столько, что теперь даже не знает, о которой оплеухе идет речь. Он сам никогда бы не пошел сюда и вообще не хотел идти на рапорт. Он и впредь позволит себя избивать, сколько влезет. Но смелюсь доложить, господин капитан, посмотрите на него. Он со страху обделался. С другой же стороны, он должен был тотчас пожаловаться, потому что получил несколько пощечин. Но он не отважился, так как знал, что лучше, как писал один поэт, быть скромной фиалкой. Он ведь состоит денщиком у господина лейтенанта Дуба. Подталкивая Кунарта вперед, Швейк сказал ему, да не трясись же ты, как осиновый лист. Капитан Сагнар спросил Кунарта, как было дело. Кунарт, дрожа всем телом, заявил, что господин капитан могут обо всем расспросить самого господина лейтенант. Вообще господин лейтенант Дуб по морде его не бил. Иуда Кунарт, не переставая дрожать, заявил даже, что Швейк все выдумал. Этому печальному событию положил конец сам подпоручик Дуб, который вдруг появился и закричал на Кунарта, — Хочешь получить новые оплюхи? Все стало ясно, и капитан Сагнар прямо заявил подпоручику Дубу. С сегодняшнего дня Кунарт прикомандировывается к батальонной кухне. Что же касается нового денщика, обратитесь к старшему писарю Ванеку. Подпоручик Дуб взял под козырек и, уходя, бросил Швейку. — Бьюсь об заклад. Вам не миновать петли. Когда Дуб ушел, Швейк, растроганно, подружески, обратился к поручику Лукшу. В Мниховом Градишке был один такой же господин. Он то же самое сказал другому господину, а тот ему в ответ — подвиселиться и встретимся. — Ну и идиот же вы, Швейк! — с сердцем воскликнул поручик Лукш. — Но не вздумайте по своему обыкновению ответить, так точно я идиот! — Поразительно! — воскликнул капитан Сагнар, высовываясь в окно. Он с радостью спрятался бы обратно, но было поздно. Несчастье уже совершилось. Под окном стоял подпоручик Дуб. Подпоручик Дуб выразил свое сожаление по поводу того, что капитан Сагнар ушел, не выслушав его выводов относительно наступления на Восточном фронте. — Если мы хотим как следует понять это колоссальное наступление, — кричал подпоручик Дуб в окно, — мы должны отдать себе отчет в том, как развернулось наступление в конце апреля. Мы должны были прорвать русский фронт и наиболее выгодным местом для этого прорыва сочли фронт между Карпатами и Вислой. — Я с тобой об этом не спорю, — сухо ответил капитан Сагнар и отошел от окна. Через полчаса, когда поезд снова двинулся в путь по направлению к Санаку, капитан Сагнар растянулся на скамье и притворился спящим, чтобы подпоручик Дуб не приставал к нему со своими глупостями относительно наступления. В вагоне, где находился Швейк, недоставало Баллоуна. Он выпросил себе разрешение вытереть хлебом котел, в котором варили гуляш. В момент отправления Баллоун находился на платформе с полевыми кухнями, и когда поезд дернуло, очутился в очень неприятном положении, влетев головой в котел. Из котла торчали только ноги. Но вскоре он привык к новому положению, и из котла опять раздалось чавканье, вроде того, какое издает еж, охотясь за тараканами. Потом послышался умоляющий голос Баллоуна. — Ради бога, братцы, будьте добренькие, бросьте мне сюда еще кусок хлеба, здесь много соуса. Эта идиллия продолжалась до ближайшей станции, куда одиннадцатая рота приехала с котлом, вычищенным до блеска. — Да вознаградит вас за это господь бог, товарищи! — сердечно благодарил Баллоун. — С тех пор, как я на военной службе, мне впервой посчастливилось. И он был прав. На Лубковском перевале Баллоун получил две порции гуляша. Кроме того, поручик Лукаш, которому Баллоун принес из офицерской кухни нетронутый обед, на радостях оставил ему добрую половину. Баллоун был счастлив вполне. Он болтал ногами, свесив их из вагона. От военной службы на него вдруг повеяло чем-то теплым и родным. Повар начал его разыгрывать. Он сообщил, что в сануке им сварят ужин и еще один обед в счет тех ужинов и обедов, которые солдаты недополучили в пути. Баллоун только одобрительно кивал головой и шептал, — Вот увидите, товарищи, господь бог нас не оставит. Все откровенно расхохотались, а Кашевар, сидя на полевой кухне, запел. — Жупайди я, жупайдя, бог не выдаст никогда. Коли нас посадит в лужу, сам же вытащит наружу. Коли в лес нас заведет, сам дорогу нам найдет. Жупайди я, жупайда, бог не выдаст никогда. За станцией Шавня в долине опять начали попадаться военные кладбища. С поезда был виден каменный крест с обезглавленным Христом, которому снесло голову при обстреле железнодорожного пути. Поезд набирал скорость, летя по лощине к саноку. Все чаще попадались разрушенные деревни. Они тянулись по обеим сторонам железной дороги до самого горизонта. Около Кулашны внизу в реке лежал разбитый поезд Красного Креста, рухнувший с железнодорожной насыпи. Баллоун вылупил глаза, его особенно поразили раскиданные внизу части паровоза. Дымовая труба врезалась в железнодорожную насыпь и торчала, словно 28-сантиметровое орудие. Эта картина привлекла внимание всего вагона. Больше других возмущался повар Юрейда. — Разве полагается стрелять в вагоны Красного Креста? — Не полагается, но допускается, — ответил Швейд. Попадание было хорошее. Ну, а потом каждый может оправдаться, что случилось это ночью. Красного Креста не заметили? На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Главное — попытаться сделать то, чего делать нельзя. Во время императорских маневров под писоком пришел приказ, что в походе запрещается связывать солдат козлом. Но наш капитан додумался сделать это иначе. Над приказом он только смеялся, ведь ясно, что связанный козлом солдат не может маршировать. Так он, в сущности, этого приказа не обходил, а просто-напросто бросал связанных солдат в обозные повозки и продолжал поход. Или вот еще случай, который произошел на нашей улице лет пять-шесть назад. В одном доме, во втором этаже, жил пан Карлик, а этажом выше очень порядочный человек, студент консерватории «Микиш». Этот «Микиш» был страшный бабник. Начал он, между прочим, ухаживать за дочерью пана Карлика, у которого была транспортная контора и кондитерская, да где-то в Моравии переплетная мастерская на чужое имя. Когда пан Карлик узнал, что студент консерватории ухаживает за его дочерью, он пошел к нему на квартиру и сказал, «Я вам запрещаю жениться на моей дочери, босяк вы этакий, я не выдам ее за вас». «Хорошо», — ответил пан Микиш, «что ж делать нельзя, так нельзя, не пропадать же мне совсем». Через два месяца пан Карлик снова пришел к студенту, да еще привел свою жену, и оба они в один голос воскликнули «Мерзавец, вы обесчестили нашу дочь!» «Совершенно верно», — подтвердил он, — «я, милостивая государыня, испортил девчонку». Пан Карлик стал орать на него, хоть это было совсем ни к чему. Он, мол, говорил, что не выдаст дочь за босика, а тот ему в ответ совершенно резонно заявил, что он и сам не женится на такой. Тогда же не было речи о том, что он может с ней сделать. Об этом они никаких разговоров не вели, а он свое слово сдержит, пусть не беспокоится. Жениться на ней он не хочет, человек он с характером, не ветрогон какой, что сказал, то свято. А если его будут преследовать, ну что же, совесть у него чиста. Покойная мать на смертном одре взяла с него клятву, что он никогда в жизни лгать не будет. Он ей это обещал и дал на то руку, а такая клятва нерушима. Нерушима. В его семье вообще никто не лгал, и в школе он тоже всегда за поведение имел отлично. Вот видите, кое-что допускается, чего не полагается. Могут быть пути различны, но к единой устремимся цели. — Дорогие друзья, — воскликнул вольноопределяющийся, усердно делавший какие-то заметки, — нет худа без добра. Этот взорванный, полусожженный и сброшенный с насыпи поезд Красного Креста в будущем обогатит славную историю нашего батальона новым геройским подвигом. — Представим себе, что этак около 16 сентября, как я уже наметил, от каждой роты нашего батальона несколько простых солдат под командой Капрала вызовутся взорвать вражеский бронепоезд, который обстреливает нас и препятствует переправе через реку. Переодевшись крестьянами, они доблестно выполнят свое задание. — Что я вижу? — удивился вольноопределяющийся, заглянув в свою тетрадь. — Как попал сюда наш пан Ванек? — Послушайте, господин старший писарь, — обратился он к Ванеку, — какая великолепная глава в истории батальона посвящена вам! Вы как будто уже упоминались где-то, но это, безусловно, лучше и ярче. Вольноопределяющийся прочел патетическим тоном. — Геройская смерть старшего писаря Ванека. На отважный подвиг, подрыв неприятельского бронепоезда, среди других вызвался и старший писарь Ванек. Для этого он, как и все остальные, переоделся в крестьянскую одежду, произведенным взрывом он был оглушен, а когда пришел в себя, то увидел, что окружен врагами, которые немедленно доставили его в штаб своей дивизии, где он, глядя в лицо смерти, отказался дать какие-либо показания о расположении и силах нашего войска. Ввиду того, что он был найден переодетым, его приговорили как шпиона к повешению, кое наказание, принимая во внимание его высокий чин, было заменено расстрелом. Приговор был немедленно приведен в исполнение у кладбищенской стены. Доблестный старший писарь Ванек попросил, чтобы ему не завязывали глаз. На вопрос, каково его последнее желание, он ответил, — Передайте через парламентера моему батальону мой последний привет. Передайте, что я умираю, твердо веря, что наш батальон продолжит свой победный путь. Передайте еще господину капитану Сагнару, что согласно последнему приказу по бригаде, ежедневная порция консервов увеличивается на две с половиной батки. Так умер наш старший писарь Ванек, вызвав своей последней фразой панический страх у неприятеля, полагавшего, что, препятствуя нашей переправе через реку, он отрежет нас от базы снабжения и тем вызовет голод, а вместе с ним деморализацию в наших рядах. О спокойствии, с которым Ванек глядел в глаза смерти, свидетельствует тот факт, что перед казнью он играл с неприятельскими штабными офицерами в карты. «Мой выигрыш — отдайте русскому красному кресту», — сказал он, глядя в упор на наставленный дул оружий. «Это великодушие и благородство, да слез потрясли военных чинов, присутствовавших на казни». Простите, пан Ванек продолжал вольноопределяющийся, что я позволил себе распорядиться вашим выигрышем. Сначала я думал передать его австрийскому красному кресту, но в конечном счете, с точки зрения гуманности, это одно и то же, лишь бы передать деньги благотворительному учреждению. «Наш покойник», — сказал Швейк, — «мог бы передать этот выигрыш суповому учреждению города Праги. Но так, пожалуй, лучше, а то, чего доброго городской голова на эти деньги купит себе на завтрак ливерной колбасы». Суповое учреждение, благотворительное учреждение Праги, где нищие получали бесплатно суп. «А все равно крадут всюду», — сказал телефонист Ходуонский. «Больше всего крадут в Красном Кресте», — с озлоблением сказал повар Юрыда. «Был у меня в Бруке знакомый повар, который готовил в лазарете на сестер милосердия. Так он мне рассказывал, что заведующие лазаретом и старшие сестры посылали домой целые ящики, малаги и шоколаду. Виной всему случай, то есть предопределение. Каждый человек в течение своей бесконечной жизни претерпевает бесчисленные метаморфозы и в определенные периоды своей деятельности, должен на этом свете стать вором. Лично я уже пережил один такой период». Повар-оккультист Юрейда вытащил из своего мешка бутылку коньяка. «Вы видите здесь», — сказал он, откупоривая бутылку, «неопровержимое доказательство моего утверждения. Перед отъездом я взял эту бутылку из офицерской кухни. Коньяк лучшей марки, выдан на сахарную глазурь для линдских тортов. Но ему было предопределено судьбой, чтобы я его украл, равно как мне было предопределено стать вором». «Было бы не скверно», — отозвался Швейк, «если бы нам было предопределено стать вашими соучастниками. По крайней мере, у меня такое предчувствие». И предопределение судьбы исполнилось. Несмотря на протесты старшего писаря Ванека, бутылка пошла в круговую. Ванек утверждал, что коньяк следует пить из котелка, по справедливости разделив его, ибо на одну эту бутылку приходится пять человек. То есть число нечетное, и легко может статься, что кто-нибудь выпьет на один глоток больше, чем остальные. Швейк поддержал его, заметив совершенно верно. И если пан Ванек хочет, чтобы было четное число, пускай выйдет из компании, чтобы не давать повода ко всякого рода недоразумениям и спорам. Тогда Ванек отказался от своего проекта и внес другой, великодушный, пить в таком порядке, который дал бы возможность угощающему Юриде выпить два раза. Это вызвало бурю протеста, так как Ванек уже расхлебнул, попробовав коньяк при откупоривании бутылки. Но в конечном счете был принят проект, вольно определяющегося пить по алфавиту. Вольно определяющийся обосновывал свой проект тем, что носить ту или иную фамилию тоже предопределено судьбой. Бутылку прикончил шедший первым по алфавиту Ходоонский, проводив грозным взглядом Ванека, который высчитал, что ему достанется на один глоток больше, так как по алфавиту он самый последний. Шедший первым по алфавиту Ходоонский Х в чешском алфавите стоит на одном из первых мест. По алфавиту Он, Ванек, самый последний. Буква В, одна из последних в чешском алфавите. Но это оказалось грубым математическим просчетом, так как всего вышел 21 глоток. Потом стали играть в простой цвик из трех карт. Выяснилось, что, взяв козыря, вольно определяющийся всякий раз цитировал отдельные места из священного писания. Так, забрав козырного валета, он возгласил. Когда его упрекнули в том, что он отважился взять даже козырную восьмерку, он глазом вели им в запил. Или коя жена, имущий десять драхм, ащи погубит драхму единую, не возжигает ли светильника и пометет храмину, и ищет прилежно дон даже обрящет. И обретший созывает другини и соседи глаголюще, радуйтесь со мною, ибо взяла я восьмерку и прикупила козырного короля и туза. Давайте сюда карты, мы все сели. Вольно определяющемуся Мараку действительно здорово везло. В то время как остальные били друг друга козырями, он неизменно перебивал их козыри старшим козырем, так что его партнеры проигрывали один за другим, а он брал взятку за взяткой, взывая к пораженным. И настанет трус великий в градах, глад и мор по всей земли, и будут знамения вели на небес. Наконец карты надоели, и они бросили играть, после того, как Ходоонский просадил свое жалование за полгода вперед. Он был страшно удручен этим, а вольно определяющийся неотступно требовал с него расписку в том, что при выплате жалования старший писарь Ванек должен выдать жалование Ходоонского ему, Мараку. — Не трусь, Ходоонский! — подбодрил несчастного Швейк. — Тебе еще повезет. Если тебя убьют при первой схватке, Марак утрет себе морду твоей распиской. — Подпиши! Это замечание задело Ходоонского заживое, и он с уверенностью заявил. — Я не могу быть убитым. Я телефонист. А телефонисты все время находятся в блиндаже. А провода натягивают или ищут повреждения после боя? В ответ на это вольно определяющийся возразил, что как раз наоборот. Телефонисты подвергаются колоссальной опасности, и что неприятельская артиллерия точит зуб главным образом против телефонистов. Ни один телефонист не застрахован в своем блиндаже от опасности. Заройся, телефонист, в землю хоть на 10 метров, и там его найдет неприятельская артиллерия. Телефонисты тают, как летний град под дождем. Лучшим доказательством этого является то, что в Бруке, когда он покидал его, был объявлен 28-й набор на курсы телефонистов. Ходоонскому стало очень жаль себя. Он готов был заплакать. Это побудило Швейка сказать ему несколько теплых слов утешения. — Здорово тебя объегорили. Ходоонский приветливо отозвался. — Цыц, тетенька. — Посмотрим в заметках по истории батальона на букву Х. Ходоонский. Ходоонский. Ага, здесь телефонист Ходоонский засыпан при взрыве фугаса. Он телефонирует из своей могилы в штаб. Умираю. Поздравляю наш батальон с победой. — Этого с тебя достаточно? — спросил Швейк. — А может, ты хочешь что-нибудь прибавить? — Помнишь? Того телефониста на Титанике. Титаник — английский океанский пароход. В 1912 году на пути из Европы в Америку столкнулся с айсбергом и затонул. Тот, когда корабль уже шел ко дну, еще телефонировал вниз, в затопленную кухню. Когда же будет обед? — Это мне нетрудно, — уверил вольноопределяющийся. Если угодно, предсмертные слова Ходоонского можно дополнить. Под конец он прокричит у меня в телефон. Передайте мой привет нашей железной бригаде. Субтитры сделал DimaTorzok